Приветствую на канале «Как зарабатывать деньги в интернете». И в данном видеоуроке мы поговорим на тему «Как начать вести свой YouTube канал». Ребята, я не просто так записываю данное видео, просто в последнее время мне ни один человек уже задал вопрос, как я раскручиваю свой канал, как я набираю просмотры. Я просто не считаю свой канал раскрученным, но если вам это интересно, то я вам это расскажу, естественно. Все, что я делаю. И самое главное, ребят, что это все бесплатно. То есть ни копейки денег я никуда не вкладываю. Вообще. То есть ни копейки. Что мы делаем с самого начала, ребят? С самого начала мы определяем систематикой нашего канала, естественно. Если вы уже определились, отлично. Если еще нет, тогда определяйтесь, что это будет. Желательно это то, что вам нравится. То есть какое-то хобби, либо ваша работа, либо ваша учеба и так далее. То есть то, чем вы занимаетесь, то, чем вам нравится заниматься. Или то, чем вы увлекаетесь. То есть вам есть, что рассказать людям. Это самое главное. Чтобы вам было, что рассказать. Когда вы определились с тематикой, все классно. Естественно, тематика не должна меняться. То есть не то, что вы сегодня рассказываете о рыбалке, завтра вы рассказываете про машины, послезавтра вы рассказываете про постельное белье и так далее. То есть это нет. Ни в коем случае так не должно быть. YouTube вас не будет продвигать в таком случае. Ни в коем, вообще никогда. То есть выбрали одну тематику и по ней прете. Это если вы хотите YouTube сделать своим источником трафика, естественно. Если вы источником дохода, точнее, а не трафика. Если вы хотите просто для себя записывать, то есть вам не нужны просмотры, тогда можете записывать все, что угодно. Но я думаю, что вам нужны просмотры, поэтому вы и смотрите данное видео, в принципе. Что мы делаем далее? Определились с тематикой. Ребят, первым делом нас не интересует шапка канала, нас не интересует название. Назвали как-нибудь, какую-то шапку нарисовали себе, поставили еще картинку. Все. Это мы сделаем потом. То есть это не самое главное. Ребят, самое главное, это начать выгружать видосы. То есть это самое первое. Не нужно заниматься оформлением канала. Оно нафиг никому не надо сейчас, потому что у вас нет ни одного подписчика. Или даже если у вас там 100 подписчиков, это им не надо, им не интересна ваша шапка абсолютно. То есть им нужен ваш материал. То есть YouTube нужен ваш материал. YouTube должен видеть, что ваш канал начинает жить, начинаются видосы, все это начинает расти. То есть первым делом вам нужно начать записывать видео. Как мы записываем видео? Ребят, не обязательно иметь какую-то там нереальную камеру или еще что-то. То есть первым делом вы можете записывать на все, что угодно. На телефон, на веб-камеру, с ноутбука. Или вообще себя не записывать, если вы хотите что-то записывать с монитора. То есть так многие записывают популярные блогеры, вообще себя не снимают. То есть чисто монитор снимают и все. И все у них хорошо, все нормально. То есть, ребят, все делайте как вам нравится. И естественно, самое главное, что в самом начале вы должны делать для людей. Не для себя. То есть не какие-то темы, которые вас интересуют, да, а делать для людей. То есть как бы эти темы тоже вас интересуют, естественно. Но вы должны делать для людей, потому что именно ключевые фразы из Wordstat очень важны. То есть вам нужен Wordstat Яндекс. Это 100%, без него вообще никуда. То есть если у вас еще нет его, если вы еще не пользуетесь, обязательно, обязательно, преобязательно его заведите. То есть у себя во вкладках сохраните его. Ну, в общем, он у вас должен быть. Вот у вас есть канал Wordstat. Что мы делаем? Допустим, у вас тематика канала там, ну, не знаю, рыбалка пусть будет. Такое самое популярное. Выберем, да. Ну, рыбалка, наверное, не самая популярная. Но, тем не менее, 5 миллионов запросов сойдет. Что мы делаем? Рыбалка в области, рыбалка 2020. То есть смотрите, ребят, уже в начале года, да, то есть если мы начинаем, ну, если мы перенесемся в начало года, то есть, ну, давайте с 2021 года начнем, да, вы всегда должны в начале года записывать о рыбалке, допустим, если ваш канал о рыбалке. Вы должны везде вставлять год 20, 21, 20, 21. Если ваш канал о заработке, вы должны в начале года обязательно, даже не в начале, сейчас тоже можно как заработать в 20, 21 или в 20, 20, как сейчас. Вот, но в начале года это самый топ. То есть, когда еще нет столько видосов на ютубе с годом, да, 2021, то есть 2021, это шансы ваш, ну, ваш шанс реально выбраться в топы. Потому что, ну, вот у меня так и произошло. Я сейчас покажу, обязательно покажу свою аналитику. Естественно, я же показываю на примере своего канала. Вот, хотя я не считаю его прям продвинутым и крутым, но, если вам интересно, обязательно, обязательно, ребят, все для вас покажу. Смотрите, я выбираю последние 365 дней. Обязательно вы должны это видеть. Вы видите, да? Я думаю, все ясно и понятно. Смотрите, откуда все началось. 30 ноября. Я в декабре уже начал заранее писать видосы о заработке 2020. То есть, я сразу это начал делать, чтобы уже, как бы, к январю все было круто. Ну, смотрите, здесь было падение, да, то есть на Новый год, естественно, это понятно. Все очень были заняты. Вот. И с января у меня поперло. Пошло, пошло, пошло. То есть, начали раскручиваться мои видосы о том, как вот, как заработать в Телеграме 2020. Я записал, смотрите, вот, сразу выстрелил видос. Вот. И так далее. Как подключить монетизацию 2020. Вот. И все везде с годом. Видите, как заработать в интернете в 2020 году. Это все очень важно, ребят. Это очень важно делать с каждого, с начала каждого года. Это первое. Что мы делаем далее? Далее, да, мы вот рассказываем о рыбалке, допустим. Или о чем-то еще, о чем бы вы не рассказывали. Постельное белье. Постельное белье в 2020 году стало намного круче, там, и показываете. Вот, 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 вот. Если что-то еще, еще там, охота и так далее. Далее, вам, естественно, нужно как-то уже наполнять контентом свой канал. То есть, если мы рассказываем о рыбалке, вам нужно рассказывать о снастях, о удочках. То есть, все, все, что вы знаете о рыбалке. И, естественно, вы должны ездить на рыбалку как можно чаще, потому что вам нужно снимать контент, да. То есть, вы должны заниматься своим хобби, если вы хотите завести YouTube-канал. То есть, вам нужно этим уже как бы жить, этим интересоваться. Вот, вы ездите на рыбалку, снимаете. Каждый раз это выливаете на свой YouTube-канал, там, в поймал Сазана, там. Потому что я уверен, что сейчас ведем, да, Сазан. Видим, рыбалка на Сазана. Все, ребят, это офигенское ключевое слово вам на YouTube-канал. То есть, рыбалка на Сазана, рыбалка на плотву, рыбалка, вот, на Сазана на кукурузу, на червяка и так далее. На червя там, да. То есть, рыбалка на Сазана 2020. Вот опять мы встречаем год. Это все очень важно. Это все очень важно для продвижения. Это так мы будем называть наше видео. То есть, я думаю, понятно, да. То есть, каждое наше видео должно строиться с ключевого слова, с WordStat. Это 100%. Я так делаю на каждый свой видос. Абсолютно каждый. Что мы делаем далее? Мы назвали свое видео. Итак, захожу в аналитику своего видоса, чтобы показать здесь ключевые слова и так далее. Вот. Не надейтесь, что каждое ваше видео будет выстреливать, ребят. Это, ну, как бы, такого нет ни у одного блогера. Хоть вы можете встретить блогеров, которые рассказывают, что они знают, как продвигать каждое ваше видео, каждый видос. Но нет. У них, у самих, вы можете зайти и посмотреть, что видосы далеко не все продвигаются. То есть, какой-то сразу просмотрели их подписчики и все, оно затухло. Какое-то пошло вверх. То есть, это определяют алгоритмы YouTube, то есть, модераторы и так далее. Это все не от вас зависит. Скорее всего, никто не знает этого правды. Никто этого не знает. То есть, здесь чисто, можно сказать, на везение. Но, естественно, вы должны предоставить очень крутой контент, чтобы он, как бы, продвинулся. Ну, тоже, как бы, не всегда бывает такая чушь. Ну, в топах находится, что просто, ну, все в шоке. Ну, да ладно. Суть в том, что вам нужно просто снимать видосы и снимать на вашу любимую тематику. Смотрите, ребят, для чего я вообще открыл данное видео. Ага, вспомнил. Смотрите, как все строится. То есть, мы называем свое видео, да. То есть, я назвал топ-10 сайтов для заработка. Как заработать в интернете без вложений новичку с нуля. То есть, я вставил сюда всевозможные ключевые слова. И как заработать в интернете без вложений новичку с нуля. Топ-10 сайтов для заработка. То есть, видите, сколько ключевых у меня уже в одном названии. Далее, ребят, мы заполняем описание. Естественно, первые три строчки, вот первые три, ну, у меня, так как я оставляю еще ссылку, я на третью строчку оставляю ссылочку. Первые две строчки, даже там две-три строчки, должно быть, тоже обязательно должны быть ключевые слова. То есть, как заработать в интернете без вложения новичку с нуля. То есть, я здесь тоже самое написал топ-10 сайтов для заработка в интернете, ну, там, денег в интернете и так далее. То есть, если у вас о рыбалке, вы пишете, рыбалка 20-20, там, поймался за на, там, на 10 килограмм. Вот, то есть, вы должны чем-то заинтересовать людей. Это, во-первых. А во-вторых, обязательно должно быть ключевое слово, потому что, когда вводят в поисковике, эти ключевые тоже отображаются. Вы можете это заметить, они жирненьким выделяются. Далее, здесь заполняйте уже по своему желанию, что там хотите оставить. Можете рассказать здесь, о чем ваш канал и так далее. И обязательно оставляем теги. Теги внизу, описание. То есть, вот тоже я написал, как заработать новичку, заработать для новичков и так далее. Вы также делаете там рыбалки или о чем вам ты, ну, о чем вы там записываете. Далее, обязательно теги. Это очень-очень важный момент. То есть, нам нужно заполнить теги. Смотрите, канал, точнее, видео называется «Как заработать новичку», да, там, без вложений, с нуля. И смотрите на все ключевые слова. Как заработать новичку, как заработать новичку без вложений, как заработать в интернете новичку, как заработать деньги новичку. Я это все не откуда-то взял. Это все взято с Wordstat. То есть, смотрите. Как заработать новичку И здесь мы видим Что пошли уже разные Как заработать новичку Как заработать новичку без вложений Как заработать деньги новичку Как заработать новичку в интернете без вложений Заработать деньги в интернете Как заработать быстро новичку И так далее Это все есть у меня здесь Как заработать быстро новичку То есть вы видите, что это все я взял с ворсад Это вы делаете обязательно Обязательно Вот Обязательно установите себе вид IQ Чтобы вы видели на каких позициях Находится ваше видео Ну и так далее Все, ребят, так вот мы Оптимизируем видео, то есть ничего По сути сложного, но обязательно конечно же Превью, да, обязательно Это какая-то ваша фоточка Это что-то еще там, как вы с рыбкой Стоите, как вы там, если вы делаете Обзоры на автомобиле, это как вы с Автомобилем там стоите, какую-то надпись Можно сделать, да, то есть Какие-то фотки, это, ну, для превью Заходит без проблем, то есть все Четко, самое главное, вы должны Подать информацию через превью О чем будет Видеообзор То есть о чем будет ваше видео Это обязательно нужно сделать То есть у меня здесь сразу, вот смотрите На превью, да, топ 10 сайтов для заработка Новичку, ну как бы И тук-тук, да, понятно, о чем Будет в принципе наше видео То есть о том, как заработать новичку и будет 10 сайтов, естественно, там Это должно быть, это должно быть То есть без превью ни в коем случае Не выливайте видосы Превью должно быть Так, ребят, что дальше? Записали первое видео, записали второе видео Третье, десятое, двадцатое видео Естественно, нам нужны Конечные заставки и подсказки Ребят, это очень тоже важно для продвижения То есть смотрите, давайте нажму на конечные заставочки Посмотрим, как у меня То есть у меня Обязательно видео самое подходящее И видео самое новое Самое лучшее, конечно, самое новое видео То есть это очень важно, потому что Каждый выпуск вашего видео Будет видно В каждом вашем видео То есть отсюда тоже будет Идти трафик на каждый ваш Выпущенный новый видос То есть тем самым вы будете таким образом Еще как бы немножечко Да, там не особо до конца люди досматривают Да, тем более там нажать еще на конечную заставку Но тем не менее люди нажимают То есть поверьте Процентов 10 от вашего От ваших просмотров Это с конечных заставок Это 100% Поэтому оставляйте обязательно То есть когда загружаете видос Добавляйте конечную заставку Самое новое видео И самое подходящее И обязательно иконочку Для подписки Да, то есть это все как бы есть Вот, ну я думаю Тут ничего сложного нет Да, вот мы нажимаем плюсик Добавить элемент Добавляем там видео, плейлист Или все, что вы хотите То есть это понятно Далее подсказки, ребят Подсказки Обязательно добавляйте подсказки Это тоже очень важно То есть когда мы нажмем Добавить подсказку Вы можете оставлять подсказки Как угодно Как угодно То есть вы можете рассказывать Да, там Впоймался зона Ну посмотрите В моем прошлом видео Я впоймал вот такую платву Ну к примеру Где вы можете это посмотреть Я оставлю вот здесь подсказку Да, знаете Так блогеры делают Вот так Тунь-тунь И вы потом в этом месте Ищите это место у себя В видосе И оставляете там подсказку То есть как это делается Добавить подсказку Видео или плейлист Выбираете видео В котором вы поймали Вот такую платву И допустим Вот так вот нажимаем Да Вот это будет видео Нажимаем Создать подсказку То есть смотрите И двигайте ее То есть смотрите Где же Это место В вашем видосе То есть Ну вы там знаете Что вы где-то там На 10 минуте Да Это говорили То есть вы оставляете это Вы можете ее Сделать шире Там уже То есть для этого Приблизьте Вот масштаб есть Ну то есть шире Это для того Чтобы она как бы Дольше показывалась Либо меньше Ну суть Понятна Да То есть вот вы подсказку Оставили Теперь у меня будет Подсказка Вот на 10 минуте 47 секунде Здесь показываться Сверху выезжать Я думаю Вы видели Это уже очень много раз У различных блогеров Это ребят Тоже очень важно Что еще В принципе Все ребят Наверное Я рассказал Реально Самое главное Что вам нужно делать Для продвижения Своего Ютуб канала Все Осталось Подождать время То есть Реально Смотрите Вам Реально Потребуется Если вы хотите Раскручиваться Бесплатно А естественно Так все хотят Раскручиваться Потому что Платно Мало кто хочет Ну если хотите Платно Как бы можете Заходить К блогерам Те которые По вашей тематике По рыбалке Допустим Вы можете К ним заходить Они будут Рекламировать Ваш ютуб канал То есть Естественно Для этого Вы должны Будете Сделать 10-20 видео И можете Продвигать Свой ютуб канал С помощью рекламы Других блогеров То есть К ним обращаться Они там будут Вам говорить У меня реклама Стоит 2000 рублей И они допустим В начале Своего видоса Порекомендуют Ваш канал Либо 5000 рублей Все зависит от того Насколько Крутой блогер Естественно Ну и Насколько Он запрашивает Денег Вот Я думаю С этим Ясно Но Так как Мы раскручиваемся Бесплатно Ну я раскручиваюсь Лично Абсолютно Бесплатно А у меня Мне лично Задавали Вопросы Как я это делаю Я рассказал То есть Я рассказал Все что я делаю Ребят Вот вам Показал Наглядно Все как у меня Есть конечные Заставки И так далее Все Вот Вот Все Я больше ничего Не делаю Все Это самое главное Что я делаю И естественно Жду То есть Жду Когда какой-нибудь Видос Еще выстрелит То есть У меня не так Много просмотров У меня около Это за 48 часов То есть 4000 Просмотров В день Это немного То есть Ну В месяц Там Чуть больше 100 тысяч Просмотров Да Там 100 150 Бывает Вот Все ребят На этом Наверное Все Надеюсь Что как бы Ничего Сложного Не рассказал То есть Естественно Самое главное Наберитесь Ребят Терпения Это то Что вам Очень сильно Понадобится Потому что Для бесплатной Раскрутки Ну вот У меня Прошло 5 лет 5 лет Моему каналу Да Конечно Там Первые 4 года Я особо Еще не знал Как это все делается Вот Но С 2020 Года Вот С конца 2019 Я начал Конкретно Работать Над каналом И У меня По моему В конце 2019 Года Было Около 5000 Подписчиков Там Или 4000 Подписчиков Сейчас Вот 17000 Подписчиков То есть Я просто Начал Выгружать Видосы Каждый день Я прям Очень серьезно Занялся Каналом Сейчас Конечно Уже Немножко Подпустило Меня Ну Есть На то Причины Да Есть Лень Какие-то Дела Побочные И так далее А так Я топил По полной Вот зимой Я работал Прям Конкретно Ребят И поверьте Вы заметите Очень Хороший Результат Если начнете Просто Каждый день Выгружать Видосы На свой Канал Вы Прям Увидите Результат То есть На различные Ключевые Слова Каждый день Выгружаете Видосы И Вы Ну Просто Сами Офигеете Реально Через Три Месяца Вы Увидите Результат Я вам Честно Говорю Три Месяца Снимайте Каждый День Видосы Выгружайте Их Пусть Они Будут Короткие По Три Минуты По Пять Минут Не Важно Выгружайте Их На Канал Заполняйте Правильно Оптимизацию Делайте Делайте Превью И Вы Увидите Результат Увидите Я вам Реально Говорю На этом Все Ребят Если Вы Еще Не Подписаны На Мой Канал Обязательно Подпишите Чтобы Не Пропускать Другие Интересные Видео И Вот Так Как Я Сейчас Вы Тоже Говорите На Своем Ютуб Канале Пока